Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Автор вопроса зовут девушка, именно такой ник у человека. И пишет девушка следующее. После Рождества ребенка, наверное, рождение, очень сильно испортил взорношения с мужем. Ребенку 10 месяцев, я целый день, 24 часа в сутки, нахожусь с ребенком. Играю, кормлю, выхожу с ним на прогулке. Дома почти всегда убранная, одежда чистая, ужин приготовленный. У мужа ко мне постоянные претензии, сейчас он говорит, что я не развиваюсь, что со мной уже 10 месяцев, не о чем поговорить. Работала я главным бухгалтером, была очень ценным сотрудником. В декрете с ребенком каждый день одно и то же, особо поделиться новостей у меня нет. В свободное время, когда ребенок спит, я читаю про прикорм, развитие ребенка, домашнюю работу муж, видимо, не видит. Постоянно орет на меня про ребенка. Скажите, пожалуйста, как можно сохранить отношения и объяснить супругу, что декрет тоже работа, а не отпуск? Ну, наверное, никак. Мужу что-либо не объяснить, потому что если бы муж понимал, он бы так себя не делал. Другое дело, что речь не про отпуск, не про то, что вы отдыхаете, а муж тяжело работает. Речь идет про то, что вы оказались не готовы к рождению ребенка, как пара. Речь идет о том, что мужчина, в общем-то, ревнует, судя по всему. Конкурирует с вами за внимание ребенка, потому что чувствует, что ему внимания вы больше не даете. Тем более, если вы говорите, что все время проводите с ним. И по факту сделали ребенка смыслом своей жизни. О целесообразности такой модели поведения можно говорить, если вы готовы об этом говорить. Потому что, ну, совершенно необязательно посвящать всю себя ребенку, как мне кажется. Десять месяцев это уже тот, мне кажется, срок. Насколько я помню, я не уверен. Ребенку уже не нужно грудного вскармливания. Но, если я ошибаюсь, меня поправьте. А даже если и нужно, то все равно это не требуется делать 24 часа. Да, времени и сил 10-месячного ребенка отнимает очень много. Это правда. Но то, что вы сделали его центром своей жизни и посвятили ему все 24 часа в сутки, это действительно проблема. Потому что, да, как бы отношения с человеком ручатся. Особенно, если человек не очень зрелый. Как личность. Это не говорит плохо о вашем мужчине. У каждого человека своя зрелость. И у вашего мужа она своя. Это не хорошо, не плохо. Просто... Видит ли муж проблему в себе? Нет, судя по всему. Видите ли вы проблему в себе? Нет, судя по всему. В этом, собственно, и есть трудности. Как бы. Было бы неплохо... Оставлять мужа с ребенком. Чтоб не вы 24 часа в сутки находились с ним, а муж. Что же. А вы в это время делали бы что-то для себя. Было бы неплохо вам не заниматься на убой, так, хозяйством. Да? И было бы неплохо, наверное, на освободившийся ресурс постараться послушать вашего мужа. Какие же ценности он вам транслирует. Потому что одно дело, если он действительно вас унижает и обесценивает. И другое дело, если он испытывает какую-то кривию. Например, страх. Например, беспомощность. Например, одиночество. Например, тоску. Повал. Но это укажет, в принципе, анализ ваших отношений. А в идеале было бы провести с вами обоими консультацию. Предварительно оставив ребенка дедушке или бабушке. То есть, понимаете, вам от ребенка тоже нужно отдыхать. Декрет это не работа. И не отпуск. Это жизнь. И мне кажется, что в декрете, конечно, я говорю о некотором таком идеализированном варианте, но это только кажется, что он идеализированный. В декрете люди находятся, потому что они хотят этого. Они счастливы от этого. Но для этого ребенок должен им появиться в нужное время. У вас, по всему, ребенок появился не в очень нужное время. Тут вопрос. Хотел ли муж вашего ребенка? Как он воспринимает ребенка? Как вы? Как он относится к ребенку? Проводит ли он с ним время? Потому что если у мужа нет чувств к ребенку, он с ним не играет, ничего не делает, это труд. Это проблема. Может быть, ваш муж это чувствует, что у него нет особой привязанности к своему ребенку. Кстати, кто это? Мальчик или девочка? И чувствуя вину за это, так себя ведет. Но важно увидеть, что вы с собой жертвуете. И важно вместе с мужем искать пути для того, чтобы вас освободить. И если он вам поможет освободиться, разгрузиться, то вы сможете поговорить. И отношения будут восстанавливаться. При наличии чувств, конечно же, у вас друг к другу. Если этого нет, если муж вам не захочет помогать, в таком случае я бы сказал, что более глубокие проблемы имеют место быть. Тут еще важный момент. Как вы реагируете на то, что на вас кричит? Понимаете? Вот. Тут еще важный момент, насколько вы себя комфортно чувствуете в том состоянии, в котором вы находитесь. Ну, то есть, я имею в виду, вам вот это все в кайф, что вы делаете или нет. Потому что, судя по вашим словам, судя по тому, что вы называете это работой, как-то вот мне показалось, что не совсем вам это в кайф. А значит, вы не являетесь собой, а значит, у нас идут проблемы отсюда. Потому что, когда вы себя ломаете, если вы себя ломаете, неважно ради каких целей, кроме совсем экстремальных и угрожающих здоровью, жизни ваших близких и вас самой, вас начинают ломать тоже. Такова система. Поэтому тут нужно очень деликатно и тонко подходить к вопросу ваших отношений. И понимать, что коммуникация у вас с мужем построена неверно, муж ведет себя как еще один ребенок, вы ведете себя как родитель и перестали вести себя как женщина. Если женщина рожает, становится матери, она не перестает быть женщиной. Вы перестали. Понимаете? И таким образом, работа должна вести в нескольких направлениях. Вам, в плане личностного роста, расстановки личных границ, поднятия самооценки, чтобы вы не теряли себя как женщина и выходили из родительского состояния по отношению к мужу и в будущем по отношению к ребенку тоже. А мужу необходима помощь в личностном роде. Потому что очевидно, он ревнул. Ну, по крайней мере, вот то, что выглядит, то как выглядит. Я могу предположить, что какие-то проблемы были еще до рождения ребенка. И могу предположить, что вам бы вот нужно бы напомнить, а, вообще, вот идея ребенка-то она вообще как? Мужу вот с вами нужно поговорить, а как он себя вообще чувствует? То есть, что он чувствует? Вот он кричит, да? Что он чувствует? Вот. То есть, как-то вот ему тоже нужно заниматься. Понимаете? Ну и отношение мужа к ребенку. Очень-очень важно. Сейчас, мне кажется, муж видит в ребенка какого-то врага, какого-то конкурента. Вот. И повторюсь, да, это его не зрелость, но, как бы, зрелость у каждого своя. И уровень зрелости нужно принимать, когда нужно. А вам нужно, нужно, под это адаптироваться. Если вы своего мужа любите и хотите быть... Напрягайте, что вы хотите сохранить отношения, но не хотите понять человека. Отношения это чисто социальная история. Как ни странно, личности здесь нет. Врага сохранить отношения, максимально безлико и максимально формально. В ней нет тепла, и в ней нет направленности. В ней вообще, по сути, ничего нет. С тем же успехом вы могли бы сказать, как мне сохранить твой статус жены. Не важно, какого мужа. Нет, понятно, что подразумевается ваш муж, но вы сами слышите, как это случилось. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.